Добро пожаловать в инфосферу! Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на три девятки. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Трульф, Лос-Анджелес, на первый взгляд это самый обычный город, живущий своей жизнью. А вот если копнуть поглубже, туда где обитают преступные группировки и криминальные общины, понимаешь, как сложна работа тамошних полицейских? Матчики-налетчики. После серии блестяще спланированных ограблений банков, команда взломщиков-профи, известных на всю Калифорнию, решается пойти на последнее, самое прибыльное дело. Город воров. В Бостоне каждый год происходит более 300 ограблений банков, и большинство профессионалов, специализирующие в этой области, живут в округе под названием Чарльстон, общей площадью 1 квадратная миля. Даг Макрей – один из них. Край улиц. Полицейский из Лос-Анджелеса ни разу в жизни не задумывался над тем, что его могут ожидать за гранью собственного уютного мира, однако за смертью любимой жены в его жизнь входит темная, беспощадная, отчаянная пустота. Ладлоу вынужден действовать, когда его же собственные друзья-соратники обвиняют его в убийстве. Так начинается борьба человека за свое место в мире, которое все больше и больше контролируется внешними силами. Два лучших выпускника полицейской академии оказались по разные стороны баррикады. Один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – крот, внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника, но постоянная жизнь в искаженных реалиях меняет внутренний мир героев. Парнировочный день. Фильм посвящен событиям, приключившимся в первый день работы новичка-полицейского Джейка Хойта, поступившего на работу в полицию Лос-Анджелеса, а конкретно в отдел по борьбе с наркотиками. Ему, как это всегда бывает, попался многоопытный партнер Алонзо – коррумпированный полицейский ветеран. Американцам уже не привыкать к тому, что на улицах их страны ведется каждодневная война между наркодилерами и полицией. Алонзо давно усвоил тот факт, что законными методами с этим злом бороться бесполезно, а потому он выработал некую философию, балансирующую на грани добра и зла. Схватка. Нил МакКолли – преступник, один из лучших, если можно так сказать, преступников в Лос-Анджелесе, а быть может и во всей Америке, и работать с ним всегда предпочитают за честь суперпрофессионала криминального мира. Но против него выступает Винсент Ханна – детектив, один из лучших в Лос-Анджелесе, а может быть и во всей Америке. У Винсента и Нила очень много общего, вероятно, общего у них даже больше, чем отличий, однако они все же стоят по разные стороны закона. Две сильнейшие команды сошлись друг против друга, только речь идет не о спортивном состязании, а о схватке не на жизнь, а на смерть. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!